Добрый день, уважаемые коллеги! Прекрасно можно сейчас проводить время, гулять, наслаждаться городом, тем самым повышать свое настроение и повышать качество жизни. Ну вот и про качество жизни пациентов, которые получили лечение вследствие онкологического процесса онкоурологии, ну и затронущие онкогинекологические проблемы, я бы хотел поговорить. Именно хотел бы поговорить про методы реабилитации пациентов после лечения, а именно про БОС-терапию, терапию биологической обратной связи и тибиальной стимуляции у данной когорты пациентов. По статистике порядка 80% пациентов отмечают снижение уровня жизни после оперативных вмешательств. Это очень большой показатель, это 4 пациента из 5, которые не удовлетворены своей жизнью, они отмечают снижение ее качества, они не могут выполнять те объемы работы или какие-либо иных функции, они не получают полностью удовлетворения от жизни и естественно этим пациентам надо уделять большой объем внимания для того, чтобы улучшить их качество жизни, уровень жизни, чтобы они продолжали жить, наслаждаться жизнью. Для этого мы проводим все возможные мероприятия, это касается нас реабилитологов и медицинских психологов, которые проводят колоссальный объем работы для того, чтобы этот уровень жизни у пациентов был выше и достигался тех критериев, благодаря которым пациент не будет обращать внимание на свои проблемы. Если мы говорим про проблемы после оперативных лечения в онкоурологии и онкогинекологии, но их намного больше, я просто в данном слайде вынес наиболее встречаемые, это воспалительные процессы верхних мочеводящих путей, нижних мочеводящих путей, воспалительные процессы репродуктивной системы, и трогенные процессы. Ну и две позиции, на которых бы я сегодня хотел остановиться, это недержание мочи у пациентов онкоурологического направления, связанных с оперативным лечением в объеме радикальной простаты к томии, и пациентов с атонией мочевого пузыря у пациентов после хирургического лечения онко-гинекологического направления. По статистике, после радикальной простаты к томии, недержание мочи отмечается примерно в 46-42% пациентов. Есть различные данные, различные мета-анализы, различные исследования, где по одним данным, в принципе, эти цифры достигают 75%. Если говорить про атонию мочевого пузыря, то есть состояние, когда пациенты не отмечают наполнение, не отмечают чувство, точнее, наполнение мочевого пузыря, они не могут самостоятельно понять время, когда им надо поражнить мочевой пузырь, и это встречается после онко-гинекологической операции, операции Вертгейма, оно встречается более чем в 20% случаев после данного этапа лечения. Если говорить про, вот первое, это про недержание мочи, то по данным классификации Международного общества по диагностике лечения недержания мочи, ICS, недержание мочи можно разделить на несколько позиций. Первое, это ургентное недержание мочи, то есть это непроизвольная утечка мочи вследствие неожиданного, резкого, императивного позыва к мочеиспусканию. Это стрессовое недержание мочи, наиболее встречаемое, это непроизвольная утечка мочи, вызванная кашлем, чиханием, поднятием, тяжестей, бегом, прыжками, ну или любыми другими физическими активностями или другими факторами, вследствие которого идет напряжение передней мышцы живота. Смешанная инконтиненция, это непроизвольная утечка мочи, обусловленная неожиданным позывом из-за чихания, кашли или при каких-либо других физических активностях. НРС, это непроизвольная утечка мочи в дневное время, то есть данные пациенты отмечают подтекание исключительно в дневное время, а в ночной период времени в горизонтальном положении такого не происходит. Наоборот, есть ночной НРС, это пациенты, отмечающие подтекание мочи исключительно в горизонтальном положении в ночное время. Ну и также есть иные типы инконтиненции, это прочие различные ситуации, подтекание мочи, но наиболее часто встречаемое, например, это подтекание мочи во время полового акта, и в большинстве случаев этим страдают исключительно женщины. Ну, здесь на слайде я показал исключительно просто причину, по которой происходит подтекание мочи у мужчин после оперативного лечения. Здесь мы видим, что предстательная железа, она выполняет функцию сфинктера. То есть механизм какой? То есть когда мочевой пузырь наполняется, у нас поступает необходимый сигнал для его опорожнения. Сигнал этот контролируется усилием воли, то есть человек без оперативного лечения может сжимать мышцы малого таза, тем самым удерживать мочу и контролировать этот процесс. Если говорить про пациентов после хирургического лечения, при отсутствии предстательной железы данного, данной функции у них нет, то есть удерживать мочу благодаря предстательной железы не представляется возможным. И тем самым происходит подтекание, чаще всего это при чихании, прыжках и кашле. Если говорить про стадирование, то степени и стадии недержания мочи можно разделить на 5 стадий в зависимости от объема. Чтобы определить объем подтекания, есть прокладочный тест. То есть пациент, используя прокладки, он отмечает, какой объем мочи он теряет в сутки при каких-либо видах активности. Первая стадия при этом подтекания не более 50 мл в сутки, вторая это до 100, третья это до 200, четвертая до 300 мл в сутки и пятая стадия это более 300 мл в сутки. Такие пациенты носят памперсы, к сожалению, и качество жизни их не удовлетворяет. Говорить если про лечение, которое мы используем в институте онкологии Петрова, это методика биологической обратной связи, бостерапия. Это методика, когда мы учим пациентов тренировать мышцы малого таза. Мы учим их путем силы воли удерживать мочеиспускание. И задача довести это до такого уровня, чтобы пациент не задумывался, а уже на автомате, грубо говоря, да, при различных видах активности. То есть это сесть, встать, лечь, поднятие по лестнице, прыжках и так далее, подтекания мочи не происходило. Как это происходит? То есть пациенту в задний проход прямого кишку становится специальный сенсорный электрод. Два других электрода крепятся на переднюю брюшную стенку и на ягодичные мышцы. Тем самым во время выполнения данных упражнений пациент видит правильность выполнения упражнений. То есть все это заключается в том, чтобы пациент по команде сжимал мышцы малого таза, при этом не должны быть задействованы ягодичные мышцы и мышцы передней брюшной стенки живота, которые не способствуют удержанию мочи. Есть вот такие упражнения Кегеля, которым очень многим рекомендуют их делать, но в большинстве случаев данные пациенты как раз сжимают ягодичные мышцы, мышцы живота. Они не понимают, как правильно выполнять данные упражнения. И вот благодаря как раз этой методике, методике биологической обратной связи, пациент начинает разбираться в своем организме, какие мышцы необходимо сжимать, как это все выполнять. И тем самым достигают определенных результатов. Если говорить про атонию, либо гипотонию мочевого пузыря, то есть это состояние, при котором нарушен процесс выведения мочи, причиной которой становится снижение тонуса гладкой мускулатуры стенок мочевого пузыря. В основном это происходит после оперативных лечений в онкогинекологии. В этом состоянии пациентки не отмечают, не понимают период, когда им надо сходить в туалет. То есть они не чувствуют чувство наполнения мочевого пузыря. Данный процесс можно диагностировать по данным ультразвукового исследования, когда мы видим перенаполнение мочевого пузыря. И таким пациентам рекомендована самокарактеризация для отведения мочи из мочевого пузыря. И также мы такими пациентами занимаемся в институте онкологии Петрова. Сам механизм почему так происходит? Потому что один из этапов операции Вертгейма это легирование и пересечение крестово-маточных связок. Это необходимый этап для того, чтобы полноценно выполнить хирургическое лечение. Для выраженной минимизации рисков рецидивов. Но при пресечении крестово-маточных связок, вследствие чего более чем 20% женщин наступает на нарушение иннервации мочевого пузыря. Что же мы делаем в данной ситуации? Мы проводим тибиальную стимуляцию. К тибиальному нерву, который уходит в стопу пациента, мы крепим электроды и даем импульсы, которые благодаря... Вот на следующем слайде я показываю цепочку движения. Она большая. То есть по тибиальному нерву импульс уходит в головной мозг, после чего они возвращаются в мочевой пузырь. И тем самым пациенты начинают отмечать чувство наполнения, чувство, когда им необходимо сходить в туалет. Это не одномоментный процесс. Этим надо заниматься определенное количество раз для того, чтобы пациенты отмечали чувство наполнения. Тем самым мы, конечно, пытаемся улучшить качество жизни. И, конечно, большой плюс – это когда пациентки после данного метода лечения полностью отказываются от самокатетеризации. Теперь расскажу о результатах, которые мы получили по результатам лечения в Институте онкологии Петрова. Мы начали реабилитацию с 2018 года, то есть на данный момент мы ее выполняем уже 3,5 года. Вот с 2018 года нами была проведена реабилитация 83 онкологических пациентов. 43 пациента были с недержанием мочи. И 41 пациент был с атонимом мочевого пузыря после операции Эргейма. Средний возраст пациентов составил 59 лет. На данном стадии я показал степени недержания мочи, с которыми пациенты обращались. В основном это пациенты второй и третьей степени недержания. Таким пациентам мы проводили бост-терапию, по результатам которого полное восстановление, то есть полное удержание мочи достигнуто у 48,8% пациентов. Положительная динамика у 46,5% пациентов. Положительная динамика у нас отмечается, то есть по снижению степени подтекания, по количеству подтеканий мочи по прокладочному тесту. Естественно, основным также аспектом является, чтобы пациент отмечал улучшение своего качества жизни, то есть когда человек жил с памперсом, но на данный момент он использует одну или две прокладки в день, естественно, для него этот уровень жизни намного выше. Недостигли мы результаты в 4-65% случаев. Если говорить по результатам проведенной тибиальной стимуляции при отонии их мочевого пузыря, то полное восстановление нами достигнуто в 87,8% случаев. Полное восстановление – это когда пациентка отмечает чувство наполнения, чувство поражения мочевого пузыря и не прибегает к самокатетеризации. Положительная динамика достигнута в 9-76% случаев. То есть положительная динамика – это когда мы отмечаем, когда пациентка отказывается от катетеризации. Но полноценного чувства наполнения мочевого пузыря ей не достигнуто. И недостигли мы эффекта в 2-4% случаев. Хотел бы сказать, что проведенные нами реабилитационные мероприятия большое количество исследований, которые проводились во всем мире, указывают на высокую эффективность вот этих комплексных мероприятий. Надо обратить внимание на то, что по статистике Всемирной организации здравоохранения консервативное лечение пациентов с недержанием очистания мочевого пузыря позволяет в 76% случаях обойтись без дополнительных, ненужных, можно сказать, оперативных вмешательств. Спасибо большое за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.